Всем привет! Меня зовут Максим Казанцев и вы находитесь на канале Максимка Проверит. В описании вы сможете найти ссылки на телеграм-каналы, где вы сможете со мной пообщаться, увидеть анонсы новых роликов, а также видео с рейдов сразу после того, как я выхожу с магазинов. Также в описании есть ссылка на Бусти канал, где за символическую сумму в 99 рублей вы получите доступ к новым роликам сразу после монтажа, а на ютюбе вы сможете их увидеть чуть-чуть попозже, когда они будут опубликованы. Сегодня вы посмотрите, чем же закончился мой шестой визит в магазин Пятерочку, Падовицу, улица Новомосковская, 21А, города Тулы. В прошлой серии я вызвал сотрудников полиции и сегодня мы узнаем с вами, кто же приехал. Полиция или крыша магазина? Приятного просмотра! Вот просто! Это такая кассовая зона, где детская просочка с 9-го, со 2-го сентября. Мне кажется, сюда вообще никто не залазит. При этом есть позиции, изготовленные 4-го, 10-го, 23-го. Вот, смотрим, ребят, да? До 2-го, 9-го, 23-го. А вот позиция, изготовленная 4-го, 10-го, 23-го. Еще одна просрочена. Мне кажется, это вся коробка вот такая. Нет, на коробке свежая надпись. Свежая, свежая. Свежая. Ну, ладно, тогда в 2-го коробочка посмотрим. Вот, 2 позиции. Продукция просроченная в августе 23-го. 8-го, 10-го. Ну, разнобой, короче. 8-ое, 10-ое. И тоже 8-ое, 10-ое. А,ito. Уже отбора. Поехали. И тоже это. Уже отбора. Куда. 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 Вот так вот тут эвакуационный выход завален. Давайте попробуем эту тележку переставить. Ну, нехорошо, что он тут стоит. Видео у ребят не провокатор. Они вот так же, короче, если эвакуационный выход завален, то они все, что завалено эвакуационным выходом, они ставили к выходу служебному. Пойдемте так же сделаем. Ну что, нет, в принципе оно нормально стоит. Главное, что здесь никакого эвакуационного выхода нету, поэтому тележку я поставил аккуратненько, никому не мешая покупателям, можно спокойно ходить. Так что, ну, пусть постоит. Ну, пусть так стоит, ну и все правильно. Эх, убрали тележку. Вот он, показатель, ребята, того, зачем отключают КСО, потому что скапливается огромная очередь. Сколько здесь людей уже? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все благодаря тому, что КСО отключили. Вид сотрудника нету. Вот, а вторую, кажется, открыть еще можно. Циркачи просто-напросто. Центральный отдел, дежурный, Тунаев. Здравствуйте. Здравствуйте. Казанцев Максим Сергеевич вас беспокоит. 50 минут назад вызывал. Я помню про вас. Сейчас сотрудники уже к вам едут. Спасибо. Для адреса, соответственно, мы не могли не лечить, всего одной группы до вас, наверное, попросим. Ну, я, они приедут, я думаю, я быстро все оформлю, я сам заявление напишу, я жду. Да, я понимаю, как бы, но просто... Все, ожидаю, хорошо, спасибо. Алло. Здравствуйте. Елену Вячеславовну можно? Да, я слушаю. Доброе утро. Вы, видимо, только проснулись, да? Да, просто на ревизии мы были вчера. А, понятненько. А, слушайте, вот вы вчера... Новомосковская, 21, правильно же, да, адрес? Да, да, да. У вас вот здесь вот при входе, как только... Ну, не в входе, наоборот, при выходе. При выходе у вас самая крайняя касса. И вот там вот у вас заставлено корзинками все это, да? А вы там просто просочку с сентября детскую снимите как-нибудь сами, ладно? Так, еще раз, просрочка детская. С сентября, да, со 2 сентября. Вы там пересмотрите сами все остальное снимите тогда. А, еще раз подскажите, какая детская просрочка? Давайте, по-наименно, да. Я просто две снял, может, там еще лежат. Значит, фруктовая няня, 12 плюс месяцев, фруктовые кусочки, яблоко, малина. Дата изготовления 12 на 6, 22, дата упаковывания 2 сентября 22, годин до 2 сентября 23. Вот, и там через одну кассу еще стоят, значит, соки J7. Они годные до 11, 11, 23. Тоже для детей с 3 лет. Вот вы как-то контроль за детским питанием плохо себя в магазине ведете. Угу, я вас поняла. Обязательно все сделаю сегодня. Слушайте, я вот шестой раз прихожу в ваш магазин, сегодня как с утра хлебобулочные изделия купить не могу. То информации нет, то девушка-администратор машину принимает. Когда можно к вам прийти, чтобы продукция была в сроках? Какую хлебобулочную? Ну, вот все, что вы пекаете сами. С 7 часов пекарь выпекает изделия. А информацию на них он только где-то к обеду делает, да, там, что он утром их сделал? Информация на данный момент на хлебобулочные изделия раньше печаталась на ценнике. Сейчас это все отменили. В личном зале отменили, да, я знаю. А как покупателю ознакомиться с информацией? Поэтому я могу вам распечатать журнал бракеражный. Это у нас в компьютере есть. Что это... А там дата производства какая будет, утренняя или когда вы распечатаете? Нет, конечно, утренняя. Утренняя, да? То есть ваш администратор должен мне какой-то маркиражный журнал распринести, где дата приготовления продукта была бы утренней, да? Она мне просто пыталась ценник включить, где дата производства была 2 минуты назад. Я вот все, что хочу в маркиражный журнал посмотреть, она просто всю продукцию, которая была утренняя, она ее сняла с реализации, аккуратненько переложила в тележке. Вот 2 часа тут нахожусь, сегодня как купить булочку не могу. Маркиражный журнал она мне даст, да? Она, видно, не знает, где и откуда его распечатать. Администратор не знает? Да, значит, она не знает об этом. Ох, вас не хватает в магазине. А вы через сколько будете? А, у вас ревизия, вы сегодня отдыхаете, да? Да, ночью считали магазин. Ну да. Детскую просточку сентября не досчитались вы там, где корзинки, самая крайняя зона, сами просмотрите еще. Да, я все сделаю сегодня. Хорошо, хорошего вам дня, до свидания. Ну, отоспаться. Если вы завтра придете в магазин, я уже 6-й раз здесь. Вы третий директор, с кем я общаюсь. В прошлый раз какой-то немец Антон был, поэтому первый раз была Кристина здесь. Ну, как бы я, может быть, конечно, вас еще навещу, когда у меня желание с утра возникнет, булочку поесть. Но я не уверен, что я с вами пересекусь. Угу. Все, хорошего вам дня. До свидания. Спасибо вам большое. Что ж, вы сразу-то не скажете, что вы просто безграмотные и не знаете, где маркиражный журнал распечатать? Все, очень хорошо. Не, ничего, все, я уже поговорил с директором, спасибо. Отлично. Там вот, где корзинки, детская просочка сентября. Сами снимите, ладно уже. Все. А Тараскина и Екатерина кто это? У вас просто адрес такой прикольный. Улица Кауля в районе дом 1. Я поэтому так понимаю, что участковые телепортируются куда-то там непонятно. А вот я то, что просил, хлебобулочные, вот мне, какой из них, я просто по номинованию не помню. Оно где-то вот здесь лежало. Да, да, да. Что из этого было? Просто в чем не смысл все смотреть? Я хлеб хотел. Где она у вас, готовилась? Я просто не видел, что вся вся эта готовилась. Это, наверное, из той партии, да, свежая? Нет, она стоит на противнях, просто она еще не готова. Вот, еще не готова, да? А где, какой? Вот, Чиабата Рустик. Чиабата Рустик, да? То есть, оно еще у вас стоит на противне, но вы мне его предлагаете. Оно изготовлено 8 метров. Так это не от него будет, это тоже, которое в 11 будет. В смысле в 11 будет? Нет, вы не поняли. Ну, перед тем, как, получается, выложить именно на витрину. На витрину. Есть понятие, что оно тогда должно еще остыть, потому что оно горячее, правильно? А там одна штука всего лишь? Да. Это не по летам идет? Нет. Одну штуку вы готовите по одной штуке? Нет, если хлеб, допустим, у нас есть пантелятор выпечки, такое понятие. О, и по нему, что утром, что в течение дня припоряло, такое понятие. Ну, по количеству, что ли? Я думаю, там целыми партиями идет. Нет, ну, если много наклещалось, скажем, не купить. Здесь программа все рассчитывает, какие именно из училий средних продаж и прочее остатков. Остатков? То есть, у вас все-таки есть остатки со вчерашнего дня? Нет, остатки вообще. Не со вчерашнего, а позавчерашнего дня. Вы не поняли. Наличие в замороженном виде остатки. Понятно. Но это, получается, вся продукция с сегодняшним числом, да, у вас? Да. Все, что испечено вчера, снимается сегодня из рентгенов 7 утра. Ну, вторая выпечка вся сделана сегодня в 7 утра. Но доказать вы это не можете, потому что покупатель лох, ему информация не нужна. Вот, пожалуйста, вся продукция с сегодняшним числом. Ну, кроме того, который вчера изготовили в 8 вечера. Друзья, всем привет, с вами просрочка Патруль, город Санкт-Петербург. Мы та самая команда, которой находим много просрочки в городе Санкт-Петербурге. И очень много просрочки в Ленобласти. Поэтому подписывайтесь на нас, ждите новые видео и оставайтесь с нами. Санкт-Петербурге. Это не одинаковая позиция? Нет. Вот и вот. Один и три. Вот, у вас смешанная партия, и как понять, какая изготовлена когда, невозможно, да? Может быть, оно и не со вчерашнего вечера лежит, а там... А сегодняшний. Да, может сегодняшний, а может вчерашний. Не угадаешь. Ну, сейчас у вас свежая будет, да? Свежая маркировка, свежий товар. Я подожду. Погурс хочется с утра. Утренняя выпечка? Да. Не успели вытащить? Выложить. Выложить? Да. То есть, все-таки здесь была выложена не утренняя выпечка, а вчерашняя? А то, что было? Это было вчерашнее? Сниматься должно было. Екатерина, у вас там какое-то, это, все-таки есть психическое отклонение. Вы сами себе врете. Екатерина не вручная. Да? Она мне бы сказала, что это утреннее все было. А сейчас вы не сняете, что это надо было снимать. Вот она сняла. Врет немножко, врет. Чуть-чуть врет, чуть-чуть. Ну, ничего не слышишь, что ты говоришь там. Чуть-чуть врут, как бы. Сейчас, получается, все это было не утреннее, да, а сняли. Вот. Сейчас новое выложат. А то, что лежало, это, оказывается, вчерашнее. Вот. А мы при этом сейчас предоставляли мне информацию, что там-то все в 8 утра изготовлено. Алло, это цирк? Брехуны. Пока никто не видит. Вот так вот они все сложены. На стеллажат все, брать. Конечно же. Не будут они что это утилизировать? Удивляет, да, что пустые все? Ну, ну что, маркировки никакой нету, снимают, все, некачественное. Выдают свежий товар за вчерашний, ну, то есть, наоборот, что вот он. Придет, просто информацию, выясняет, что все вчерашнее. А говорят, что все сегодняшнее. Все, да, все вчерашнее оказалось. Сняли. Вот тоже стою, жду, когда новое приготовят, обещают. Тоже с тебя жду. Потом на печке написано. Что на печке написано? Это готов будет? Да, они даже ничего не станут. Они все, видите, вон, все встяли. Вот так сложили, думают, я сейчас уйду. Э, я подожду всего денек, ничего. Молодец. Ну, вот, каких-то час сорок минут полиция наконец приехала к нам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый день. Добрый. Здравствуйте. 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 Бланк заявления? Продали просточную продукцию? Вот это вот продали, а остальное все время, пока вас ждал. Детская просточка, несколько штук. Детская, нельзя детей, конечно. Конечно. Все правильно. Давайте, вот там вот есть место. Пойдемте. Пойдемте. Давайте, зачитаю сам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте. Я вам сразу сообщу, что я не отношусь предвзяты к полицейским. У меня к ним хорошее отношение. Но в данном магазине я нахожусь шестой раз. В прошлый пятый раз я оформлял данный магазин с полицией. И мне пришел ответ от распотребнадзора, что во время оформления полицейский, составляя протокол, телепортировался на два дома в ВОК, которые не существуют. И ввиду чего магазину даже предостережения не вынесли. Вот я просто вас заранее предупреждаю, а теперь я зачитаю, что там написал. 13.11.2023 я прибыл в магазин «Пятерочка» по адресу город Тула, улица Новосковская, 21.1 с целью приобретения себе товаров. Мой был приобретен Азов, кафе, зал подсоленый на фрукты стоимостью 49 рублей 99 копеек. После покупки прикладывая товар в пакет, я обнаружил, что он просрочен. А именно, был изготовлен 0.06.03.2023. И годен 0.06.11.2023. После этого я вызвал сотрудников полиции для написания заявления. И пока ожидал, решил купить себе выпечку собственного производства. Товар был расфасован в пакет и не имел маркировки. А на мою просьбу предоставить информацию на любую хлебополочную продукцию и собственному производству мне отказали. Прошу, даже требую, тускую, никченную службу под названием «Роспотребнадзор» в пятый раз вынести магазину предостережение, потому что прошлые четыре раза Али не усвоили. Ведь РПН только пальчиком может грозить. В случае, если во время составления материалов полицейские допустят ошибки или, как в прошлый раз, телепортируется несуществующий адрес, прошу таких полицейских понять и простить, ведь крышевание магазинов – это вещь субъективная. Без каких-то претензий лично к вам. Мне это объяснить надо, я просто зрителям своим уже это объяснил. Для вас объяснить надо? Не надо. Нет? Ну, вы просто грамотные, образованные, да, вас обучают. Надо меня, именно вы, чтобы меня обучали, не надо. Все, вот поэтому я не буду вам объяснять. Вашу, я все не хочу, чтобы вы моим учительом были. Я понял. Здесь просто лимонники тоже это до потери. Вот это тоже до потери. Угу. Не, не буду объяснять, не вижу смысла. Такие не усваивают просто-напросто. Вот скажите, вот мороженое, если в морозилке лежит, да у него полтора года срок годности, а потом я его там на полочку куда-нибудь положу, он до потери ангономтических свойств будет. Я не могу с вами разговаривать, я вам еще раз повторюсь. Не дай мне вопрос. Ну, предоставьте коробку, пусть описывает. Я вам уже все вернул. Да. Вы что, забыли что ли? Одну штучку? Да, я же вам сказал. Я остальное все употребил. Да. В пакете положил и в рюкзак убрал. Вот здесь вот лежит. В моем пакете, за который вы мне деньги не вернули. Да нет, спасибо, пакет качественный, меня устраивает. Товар устраивает? По качеству? Да нет, я его выкину. Как хотите, у меня просто этого товара нету, и вы уже хотите сдаться с поличным, сдавайтесь. Что в рюкзаке? В рюкзаке что? Вы меня обыскать хотите, что у меня в рюкзаке? Так, что-то здесь две разные. Одни вот до 22.08, другие вот эти три, до 8.10. Обыскать мой рюкзак хотите? Тогда что вы от меня хотите? Отлично. Может, КСО уже включил? Нет? Не для людей магазин. Я повторяю, я СОРБУШНУ буду уходить, да ищусь. Если сейчас вы уходите, вы уже с полицией по городу, не знаю. Ну что, вот это серии выйдут. Посмотрите теперь. Просто я как раз не публикал все с этого магазина. С 2021 года хожу сюда. Ну посмотрите, вот такая серия будет из четырех роликов, я думаю. Ну посмотрите, как прошлые директора здесь общались. Я вообще ее тут не смотрю. Времени нет, да? Детский просок, наверное, с лентября убираете. По конфеткам в сумме тоже от меня, может, какие-то претензии есть? Ну претензии нету по конфеткам? Я уже пью. Разговаривать не буду. А претензии есть? Все, разговариваю, разговариваю. Хорошо. Ну вы там, если что, заявление телефону скажите, я там, если надо, пойду. У директора телефон мой есть, у супервайзера есть. Ну, блин, как там он, директор кластера. Да попереновали, а что, один-таки праздник. Все, закончились. Давайте. Все. Как вам обращаться? Иван. А, по отчеству? Михаил. Иван Михайлович, спасибо большое вам за службу. Хорошего дня вам. Все, до свидания. Пока, Катюш. Всего хорошего, Катюш. Так. Ну что, ребят, сегодня у нас 13-11-2023-го. Посетил этот магазин в шестой раз. Пятерочка по адресу улица Новомосковская, 21А. В очередной раз, ну уже второй раз, да, получается, вызвал сотрудников полиции. В прошлый раз полиция приехала очень быстро. В этот раз я ее ждал порядка полутора часов. Что для меня полтора часа? Полтора часа – это мое личное время, которое я мог потратить на свою работу, на свою семью. Но я потратил ее на то, чтобы дождаться полицейских. Смысл от того, что я вызвал полицию, он нулевой. И я вам покажу документ, связанный с тем, как прошло прошлое, да, прошлый вызов полиции. Прошлый вызов полиции, он был, так сказать, я думал, софинальный год назад, да, зафиналить все это. Но получилось так, что полицейский просто во время составления материалов телепортировался в соседний дом, где-то в два дома от него, и, ну, причем в несуществующий адрес. И по итогу распотребнадзор вообще никаких наказаний магазину не вынес. А прошлые четыре раза, вот вы пишете все время, да, как бы там, наказывать через Роспотребнадзор, оказывать Роспотребнадзор. Даже через Роспотребнадзор, при том, что я писал заявление один раз, второй, третий, четвертый, четыре раза я написал заявление в Роспотребнадзор. И каждый раз мне приходила отписка о том, что магазину вынесено предостережение. То есть, вот так вот пальчиком, ай-яй-яй, не повторяй. На мой взгляд, вот, если сравнивать с ГИБДД, да, где у тебя есть там нарушение по малозначительности, тебе выносят предостережение. тебя фиксируют в базе, чтобы если ты повторно, при коротком сроке что-то нарушишь, то, соответственно, тебя уже не то что предостережат, тебя конкретно наказывают штрафом. Я первое время думал, что в отношении магазина то же самое, да, то есть выносят предостережение и, соответственно, наказывают. Но нет, оказывается, магазину можно вынести одно предостережение, второе, третье и даже четвертое. Но на пятый раз, когда ты вызываешь полицию, магазин даже вообще никак не будет наказан, даже предостережения нет. И вот сегодня, получается, я пришел, честно говоря, я шел как конкретно с желанием вызвать опять сотрудников полиции, но когда я прошелся по залу, я нашел, в принципе, только похвалу и лимоны, и конфеты. И я подумал, что, ну, вроде магазин чистый, детского питания я не нашел, вы могли видеть, что детское питание я находил где-то там в таких разных местах, не совсем обычных там, а касси, да. Вот, и, соответственно, не хотел вызывать полицию, хотел посмотреть на их реакцию. Но реакция сама себя не заставила ждать. Как только я подошел к кассе, они сразу там вызвали администратора и все такое. Причем я как бы удивляюсь, почему они продали мне конфеты, хотя они могли посмотреть сроки годности у конфеты, да, и, ну, устроить опять же цирк, не продавая мне данные конфеты. Но они эти конфеты продали. Вот, и в дальнейшем, соответственно, как и в прошлый раз, я попросил информацию о товаре и данную информацию мне предоставить не могли. При этом, как бы, девушка вот эта Екатерина, по сути, она мне врала. Сначала она говорила, что вся продукция свежая, потом по маркировке получалось, что это все вчерашнее, они сейчас новое выкладывают. Потом оказалось, что там не только сегодняшняя, да, продукция, она еще есть вчерашняя, вот, изготовленная вчера в 8 вечера. То есть, ну, просто врет, врут, врут на ровном месте, вот, ну, никак они не могут доказать, что продукция свежая. И даже сами говорят, что вот у них есть продукция, которую они изготовили, там, 7 штук вчера и одну штуку сегодня. И все это находится в одном стеллаже, да. Причем, ребят, стеллажи-то полные, я не могу сказать, что там какой-то позиции по одной штуке, по две. То есть, нет, они там полные. И, получается, действительно, они берут старые, новые, все это вмешивают в одну кучу. И никак отследить о том, какая позиция была свежая, какая не свежая, нет возможности. Чисто на обум, знаете, на количество, да. То есть, продается потихонечку, они потихонечку докладывают. А по факту оно может там лежать и лежать и лежать. То есть, сотрудники никаким образом даже не могут проверить сами, да, что там, потому что там потрогали мягкое, ага, еще нормально, твердое, ага, пора убирать. Даже расфасованный товар, на котором, по идее, должна быть маркировка, ничего у них такого нету. Ну, и вот, концовочка, да, опять же. Значит, пока полиции не было за конфеты, она мне вернула деньги, никаких претензий не было. Это чисто, знаете, сделать возврат, чтобы, типа, у него уже ничего купленного нету, и чтобы он быстрее свалил, быстрее свалил. И даже выпечку она не хотела после этого убирать. То есть, вот, пока я не сказал, что я конкретно сейчас вызываю полицию, даю тебе 5 минут, нет, она вот как бы держалась. Я потом уже пошла, сделала возврат, я ей говорю, что у меня, в принципе, еще купленные прозиции есть. Вот, и начали только в этот момент убирать продукцию. Причем убирали у нее там 15 минут аккуратненько, так, чтобы потом можно было поставить ее обратно. Ну, конечно же, я вот чисто сейчас вот, ну, я уверен, что я сейчас схожу в одно место, вернусь, если, да, то у них вся эта выпечка будет снова стоять. Можно даже, конечно, поржать, сходить туда-сюда. Вот, ну, не знаю, не успею. К чему я это? К тому, что не хотят они нести убытки, не хотят они делать свою работу, как полагается, просто вот так вот от фонаря бегут в выпечку, никакую дату не делают. И даже вот сейчас, как директор сказал, да, что ценники у них раньше были, а теперь они, ценники эти убрали. Да, раньше эти ценники были. Я приходил и конкретно тыкал их в носу, что у них просрочка на 2-3 дня. Потом мне звонил супервайзер этих их и говорил, что, ой, а мы, кажется, ценники забыли подменять, но эта продукция у нас свежая. Ну, конечно, да, да, да. При этом вот в этом, при этом вот сотрудница Роспотребнадзора, Анна Дудкина, она приходит, и ей, соответственно, каждый раз все дают. Вот я просто удивляюсь, почему сотрудникам Роспотребнадзора информацию дают, а я уже шестой раз прихожу, и мне никак информацию на хлебобывочные изделия не могут дать. Может, я как-то неправильно обращаюсь с ним, может, Анна Дудкина такая подходит и говорит, слушай, я из Роспотребнадзора, давай это, шу-шу-шу-шу-шу-шу, ты мне информацию типа дашь, а я типа скажу, что типа ты дала. А по факту ничего нет. И это чисто мое субъективное мнение, да. И даже вот этот тот вызов последний по полиции, я вообще был просто, ребят, в шоке от того, что, ну, телепортировался. Умеют, могу. Ну вот, ролик, концовочка уже, я думаю, что это концовка. Вы все пишете, что типа выкладываю новые ролики. Не могу я этого делать, не могу, потому что я хочу добивать вопроса до конкретики. Там какие-то суды выходят и так далее. Вот, поэтому сейчас вот вы посмотрели серию роликов, еще отснятую в 21-м, в 22-м году. Не надо говорить мне, что они старые, мы их видели, вы их не видели, они новенькие. Вот, ну, просто контент лежал. И у меня такого контента, который, ребят, снят, и который ждет своего звездного часа, его очень много. Например, у меня есть ролик, отснятый тоже в 21-м году, в Магните, где мне продали просоченный кофе. Так вот, я по этому кофе в 23-м году судился, и мне отказали в моих удовлетворениях требований. Что там именно, почему отказали, мы не знаем, потому что мы вот все обжалуем, мы обжалуем решение судьи, а она просто вообще там такую дичь творит, ребят. И когда это все закончится, я вам просто расскажу, вы просто офигеете. Отправляет нам, что она приняла у нас частную жалобу, но при этом мы не уведомили третье лицо. При этом третьим лицом является вообще какая-то администрация Тулы, которую она сама в процесс пригласила, но мы почему-то должны их уведомлять. Я вообще даже не знаю, кто это такие, зачем вот администрация была включена дело, чисто вот, чтобы вот так вот нас это подставить, что мы типа их не уведомляем. В общем, ролики выходят тогда, когда они должны выходить, поэтому не ругаемся, подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии, всем удачи, всем пока. О продолжении данной истории вы сможете узнать в моем телеграм-канале, как я говорил раньше, ссылочка будет в описании. Подписывайтесь на YouTube-канал, ставьте лайки, пишите комментарии, всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok